здравия соратники так вот смотрите а не дает нам покой эта колонна приехали еще раз ухты все в снегу так и смотрим и смотрим вот сюда сейчас включаем вспышку и видим следующее вот этот монтажная петля и что это такое юра где у тебя ножек кусочек отгибается вот видите это свинец тут залито свинцом почему-то короче все вот это свинец и здесь тоже у нас свинец и причем этот свинец у нас залит по ходу что вообще там до упора свинец это химический элемент металл с атомным номер 82 в чистом виде вещество имеет серебристый слегка синеватый оттенок широко распространен в природе легко доступен для добычи и обработки давно известен человечество по официальной истории уже в седьмом тысячелетии до нашей эры его использовали этот материал шел для изготовления водопроводных труб у римлян позднее использоваться как кровельный материал вроде как его даже использовали в качестве добавки вино только непонятно закусывали что ли им ну вот короткое применение его сейчас в электротехнической промышленности он используется в изготовлении аккумуляторов в качестве защиты кабелей в изготовлении предохранителей сверхпроводников а в военной промышленности изготавливали и в изготовлении пуль дроби снарядов но вряд ли из колонны стреляли не очень а вот да начинает да да вот теперь вопрос супер где у нас свинцовый комбинат не знаю что столько свинца летний сад то есть а где зимний сад а какой зимой сад там же все под снегом вопрос свинец везде свинец вибрации не передавались друг другу не резонировали не смешивались чтобы была четко одна вибрация вот она вот это отделяли каким вибро поглощающим слоем свинцом ну чё опять свинец свинец плюмбум 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 слит вижу как всегда свинец это с египта что ли привезли конечно во всем египте нет только шишки до сверху да пошли шишки смотреть прелестно это просто роскошно двойной резонатор одна шишечка вторая вот что здесь было вот что-то же здесь было что-то здесь цеплялось здесь что-то было закреплено вот этот угол для вибрации не для красоты вибрации не для красоты что-то что-то вибрации вот что-то это не здесь это не остались в распорки и вот здесь вот был внешний контур вот одна вот одна свинец 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 да ярослава меня хотись возьми итак друзья пора подвести краткий итог свинцом почему-то вместо раствора очень часто особенно в старых домах которые явно до потопные до первого потопа не кирпичный заливали стыки между блок между мегалитами причем это в очень старых зданиях и домах заливали почему-то даже вертикальные стыки каким образом вопрос если есть это соображение пожалуйста именно заливали несмотря на то что кое-где мы видим лишь снаружи этот свинец но это я уже не показал слишком много у меня материал накопилось я что мог как мог ужал это 15 минутное видео дабы не тратить ваше время но он везде в питере свинец везде источник неизвестен потому что насколько я знаю в россии месторождение свинца просто нет может это на урале в европе всего два ну тоже могло ошибаться но явно не в таком количестве у меня есть предположение что все-таки это допотопный свинец они в советское время сделаны потому что он таких местах куда не дотянуться и он не только в питере он и в костроме он и в старых зданиях москве и так далее просто не все видно и у меня вопрос к вам какие соображения будут у меня одна теория что это просто вибропоглощающий состав просто чтобы вибрации гасились потому что купола вибрировали создавая энергию здание вибрировали и нужно было это все как-то гасить для этого между блоками эти вибрации глушили свинцом потому что наши прошлые цивилизации мы в прошлом не заморачивались такой фигней как экономическая целеобразность выгода и все прочее если нужно сделать из свинца швы без проблем если нужно привести через два контента камень не вопрос если нужно исаки сделать средний купол 30 метров из амальгамы это ртуть и золото несколько десятков тонн потратить золото не вопрос сомневаюсь что он еще там но говорили что он именно из амальгамы сделаны чтобы привлечь эфир и энергии поэтому я очень хотел бы хоть денек пожить в той цивилизации коллеги соратники ваши соображения как вы думаете для чего использовался свинец почему его такое количество и может быть все таки наводил посмотрите это прямо перед исакием в питере я показываю адреса места все открыто пожалуйста приезжайте проверьте либо проверкните даже в основании даже ступеньки высокие между блоками тоже он видно было сюда не вошло но можно приехать поковыряться вот напротив исаки огромные видно что залитые монолиты и тут везде свинец везде даже в не в самом здании в стороне от здания несколько сантиметров смотрите размер какой в общем не скупились люди свинец он не очень дешевый и заливать его вертикально мягко говоря сложно я не представляю как это можно делать но я всего лишь тупой юрист если есть инженеры которые могут объяснить как это сделано я буду очень рад потому что это наверное первый фильм где у меня даже нет никаких догадок и никаких предположений пожалуйста скажите мне как это сделано даже не мегалиты хотя бы свинец залить вертикально и судя по цвету выцвешив внешнего слоя а для этого нужно чтобы много лет чтобы но до такого серого цвета выцветал хотя тоже могу ошибаться это очень старая заливка просто очень светлого цвета не видел понятно что он мгновенно окисляется но не так глубоко там чуть не по миллиметру кое-где скребать пришлось соскребать до цвета но здесь она точно свежий но опять же все субъективно и для чего нужно было все швы проливать свинцом я не понимаю никаких соображений ступеньки то зачем но зачем-то сделали и он выпуклый есть маленький шанс что все-таки недавно залили но почему свинцом проще каким-нибудь полимером посмотрите 2-3 сантиметра именно заливка швов которые не всегда перпендикулярны и не всегда прямым то есть была заливка камнем потом заливка что могу сказать по 3 5 сантиметров толщиной голову это это десятки тонн даже не донесаем сотни тонн по всему питеру где брали свинец и так у меня три основных вопроса хотя их десяток первое где брали свинец в таком количестве второе как заливали третье на парку а свинцом зачем это нужно и это везде исаки и казанская и так далее можно поковыряться по всему питеру есть еще десяток мест все просто не уложилось в этот фильм поэтому если у кого-то есть какие-то соображения мне реально интересно пожалуйста напишите в комментариях пишите на мою страничку и так далее скоро будет группа она не совсем по загадке истории но в целом пробок про все поэтому пишите вот немножко отклеилось но в целом они глубоко идут спасибо за внимание на сегодня достаточно всем добра